Подрядчик планирует завершить строительство инфекционного корпуса областной детской больницы в ноябре 2023-го. Сроки журналистам озвучили в прошлом году. Сам корпус рассчитан на 100 коек. Это будет абсолютно новые комфортные условия и современное оборудование для лечения маленьких пациентов. По проекту в новой здравнице предусмотрена своя лаборатория, отделение реанимации и интенсивной терапии. Сейчас объект готов на 60%. В ход работ контролируют власти. Они выезжают с проверками еженедельно. Губернатор региона Алексей Русских поставил задачу нарастить темпы. Финансирование обеспечено благодаря федеральной поддержке. Строительство ведется не теми и темпами, как мы планировали, не так, как у нас подписано вконтакте. Займитесь потенциальной работой с податчиками и максимально взять на контроль эти стройки. Но мы не должны здесь сорвать эти податчики. Я понял. Это касается и реконструкции театра юного зрителя. Подрядная организация почти завершила устройство кровли, фасада и витражей. Продолжается монтаж системы отопления, вентиляции, канализации и сетей электроснабжения. Общая техническая готовность объекта составляет порядка 90%. А вот к строительству центра спортивной борьбы в Заволжье у руководства области вопросов нет. Сейчас здесь полностью закрыт каркас здания. Проект планируют сдать в конце июля. Александра Никитина, Управда ТВ.